Потенциальный проигрыш в военном конфликте часто толкает власть на необдуманные поступки. Однако в случае апологетов русского мира хаос и безумие идут в стартовом пакете любых боевых действий. Именно по этой причине обстрелы мирных городов Азербайджана начались с первых дней контрнаступательной операции Баку. Кремлевские кукловоды действовали методами, которые они использовали в Украине, Сирии и Ливии – террор гражданского населения как фактор устрашения излюбленная тактика Москвы, сырьяным энтузиазмом, подхваченная Пашиняном. Но в случае Армении бомбежка городов достигла каких-то невероятных масштабов, и поводом для этого послужило не только желание удержать захваченные земли, но и самый натуральный терроризм по отношению к Азербайджану. Как известно, вчера оккупанты обстреляли город Барда из ракетных систем залпового огня «Смерч», били по жилым кварталам, паркам и административным зданиям, бомбили населенный пункт, который находился вдали от линии фронта и где нет никаких военных объектов. По сути, вооруженные силы Армении совершили террористический акт, нацеленный сугубо на мирное население. В результате атаки погиб 21 человек, в том числе дети. Более 70 человек получили ранения. Кремлевская плешня вырастила достойного наследника в лице Пашиняна, который решил закончить свою карьеру обстрелом городов. Ответ на подобные действия может быть только один – полное уничтожение оккупантов на территории Нагорного Карабаха, включая ряженое правительство недореспублики. Криворукому премьер-министру пора не только сменить номер телефона, но и заказывать билет в Ростов-на-Дону, чтобы в скором времени подвинуть Януковича и вместе с ним устроиться в будке Путина – валетом. Азербайджану, Турции и всему миру давно понятно, чего пытается добиться Ереван. Власти страны-террориста хотят перетянуть войну на свою территорию, и это жутко вдвойне, поскольку подобная подстава свидетельствует о том, что Пашинян готов бросить в жерло кровавых разборок несколько миллионов собственных граждан, лишь бы спасти свою карьеру. Однако армянские гномы Путина не могут понять простой истины. Азербайджан не собирается танцевать под дудку оккупационного режима. Войска Ильхама Алиева ответили массированными ударами по живой силе противника и стерли в порошок десятки единиц военной техники. Боевики не дождутся необдуманных действий со стороны Баку, и для них единственный шанс перетянуть войну на свою территорию – это осуществить прямое вторжение в Азербайджан. Но такое развитие событий поставит точку на Армении, как на государстве в целом. Пашинян не успеет опомниться, как его вооруженные силы будут уничтожены. И все потому, что при этом раскладе сокрушительный удар нанесет Турция. Азербайджан полностью сконцентрирован на освобождении Нагорного Карабаха, а его тыл прикрывает Реджеп Эрдоган. Когда Анкара говорит про две страны и один народ, это не пустые слова, а четкое предупреждение для потенциального врага. Сунешься на нашу территорию, и братские страны раздавят тебя, как мошку. Стоит понимать, что земли Армении никому не нужны. Для прекращения войны Турции будет достаточно стереть с лица земли остатки армянских боевиков и обезумевшее руководство. Вспоминая операцию «Весенний щит», проведенную в Сирии, становится ясно, что Анкара способна провести молниеносную атаку на ключевые объекты и позиции противника. Россия даже не успеет понять, что произошло, собирая разгромленный хлам собственного производства и поглощая армянское государство. И если потенциальное вмешательство Турции возможно только при массированном вторжении оккупантов в Азербайджан, то вот боевые действия Баку давно перешли из разряда теорий в практические занятия. Ключевая задача по-прежнему одна – зачистить Лачинский коридор и перерезать главную транспортную артерию террористов. Остальные цели являются второстепенными, хотя также играют важную роль в целостном продвижении вооруженных сил Азербайджана. Согласно последним данным, армия Баку освободила еще 13 населенных пунктов. Среди них числятся следующие поселения – Беринджи-Агалы, Икинджи-Агалы, Учунджу-Агалы, Зерни-Ли-Зангеланского, Мандылы-Физулинского, Газанзими, Ханагабулак, Чулю, Гушчулар, Гараагач-Джибраильского, Гияслы, Эдилэджэ, Гылыджан, Губадлинского районов. Можно с уверенностью говорить, что в ближайшие дни турецкие дроны соберут обильный урожай живой силы противника и ржавого хлама Эрефии. Ильхам Алиев пообещал ответку за террористический акт Армении и, судя по событиям последнего месяца, сомневаться в его словах не приходится. Субтитры создавал DimaTorzok